С новым апдейтом World of Tanks в игру добавили итальянскую ветку танков. Вас ожидает более 10 новейших машин и уникальная система дозарядки снарядов, которая полностью меняет ощущения от игры. А приятным дополнением является обновленная карта «Провинция», которая отлично подходит для обкатки итальянской техники. Регистрация по ссылке в описании дает премиум на 3 дня, 400 тысяч кредитов и быстрый танк «Тетрарх». Один из самых мутных проектов десятилетия наконец вышел в кино. Хан Соло, которому пророчили провал после увольнения режиссеров, смог встать с колен. Более того, Рон Ховард воскресил картину, и в итоге она понравилась подавляющему большинству зрителей. Причина тому смелый сюжет и подход к киновселенной. Дисней после первых кассовых сборов открыто говорит о сиквеле и даже отдельном проекте для Лэнда, поэтому к событиям фильма о Соло надо присмотреться максимально внимательно. Впрочем, для этого есть мы, и в ближайшие несколько минут вы узнаете все отсылки и пасхалки спин-оффа «Звездных войн». А самых внимательных мы наградим долгожданным синопсисом фильма об Оби-Ване. А вы уже успели посмотреть Хана Соло? Оставляйте свою оценку по 10-бальной шкале в комментариях, а мы начинаем. Стартуем с главного. Дарт Мол официально выжил и в киновселенной. Конечно, поклонники «Звездных войн» в курсе, как много он появлялся в мультсериалах, которые вроде бы числятся каноном. Ну а мы все понимаем, что это не идет в сравнении с 30-секундным камео Ситха на большом экране. Нам, наконец, подтвердили, что разрубленный Оби-Ваном злодей живее всех живых. И здесь стоит вспомнить о таймлайне проекта. Действия происходят после мести Ситхов, но чуть ли не за 10 лет до новой надежды. Понимаете, к чему мы ведем? Конечно же, к сольнику Оби-Вана, который может располагаться примерно в том же временном отрезке. Все, кто смотрел мультфильмы, знают, что джедай и Ситх еще не раз встречались в дуэлях. И Хан Соло создал отличный задел для следующего спин-оффа. Более того, Кира работает на Дарта Мола, и замечательно впишется в фильм Оби-Вана, связав два проекта воедино. Поговаривают, что у Оби во времена жизни на Татуине была девушка. Так почему бы не сделать ей Киру? На момент сольника Соло Оби где-то под полтинник, и он, мужчина, в самом расцвете сил. Но так или иначе, Лукас Филм не просто намекает, а кричит нам о будущей битве Кеноби и Мола. Что забавно, актер Рэнди Парк, сыгравший Ситхов в «Скрытой угрозе», вернулся к своей роли. Однако озвучивает Мола Неона сам Витвер, который, в свою очередь, был голосом красного в мультсериале «Война клонов». Дисней так и намекает, что к его событиям стоит присмотреться. Второй по значению пасхалкой стали игральные кости Хана, которые прошли путь через всю франшизу. Начиная с «Новой надежды» и заканчивая последним джедая, они появляются на экране, и мы, наконец, узнали, откуда они. Трогательная сцена, в которой Люк приносит их Леи в восьмой части, стала забавной, ведь изначально Хан дарил их другой своей девушке. Правда, Кира не оценила стараний, вернув кости назад, и с тех пор они красуются в кабине Тысячелетнего Сокола. Кто бы мог подумать, что непробиваемый Соло на самом деле ранимый и романтичный парень. Фильм вообще стал целебной пилюлей для любителей ностальгии, ведь и бластер Хана также раскрыл свое прошлое. Многие ожидали эпичной истории, но способный пробивать броню штурмовиков насквозь девайс, Соло получил от Вуди Харрельсона в подарок. Но и это еще не все, даже фирменный трюк, влюбивший в себя не одно поколение фанатов, не принадлежит Соло. Вспомните, тот самый Беккет обучил ему контрабандиста для выполнения миссии. Перейдем к главной цели всех действующих лиц фильма. Коаксиум, загадочная субстанция, могла показаться многим высосанной из пальца. Но это далеко не так. Официальный буклет, посвященный фильму, заявляет, что Коаксиум открыли благодаря прыгающим в гиперпространстве китам. И здесь любители мультсериалов вновь на коне. Ведь эти киты сыграли решающую роль в финале повстанцев. Зверушки используют газ Клузон 36 для того, чтобы переносить себя в пространстве на световых скоростях. И наверняка людишки каким-то образом научились их использовать. И тем самым помогли Хану совершить легендарный проход по дуге Кесселя. Несмотря на слабую любовь западных зрителей к трилогии приквелов, Хан Соло оторвался по полной, оставляя на нее отсылки на каждом шагу. В одном из первых диалогов Лэнда спрашивает у Беккета правдивость слухов о том, что он убил Орру Синг. Здесь даже прокаченные фанаты франшизы смогут буксануть. Потому что Орра известна не всем, но тем не менее очень популярна. Девушка бывшей подава, она позже профессиональный охотник на джедаев и известна как минимум о четырех жертвах. Ее можно было заметить в скрытой угрозе, где она наблюдала за гонкой, а также в куче комиксов и книг. Более того, она успела побывать чем-то вроде матери для молодого Бобы Фетта, так что винить Беккета в ее смерти никто не станет. Настало время для самой крутой пасхалки. Помните облачных всадников, вокруг которых чуть ли не целиком строилась рекламная кампания? Теперь мы знаем, кто они, и личность одного доведет вас до обморока. Сзади Энфис Нест еще в трейлерах можно было заметить самого маленького всадника чуть больше метра ростом. Во-первых, его играет Уоррик Дэвис, ветеран франшизы. Он исполнял роль Эвака в оригинальной трилогии и, что важнее, появлялся в приквелах с ролью Уизла. Вспомните гонку первого эпизода и как владелец Энакин оставил на его проигрыш. Его собеседник — это и есть Уизл, который заработал тогда довольно много. Почему это важно? Потому что официальная книга Хана Соло заявляет, что этот облачный всадник также зовется Уизлом и раньше работал и жил на Татуине. Даже в далекой галактике мир остается тесен. Мы не концентрируем ваше внимание на мелких деталях, вроде красного мандалорского костюма на охранниках главного злодея. В нашем видео мы упоминаем лишь по-настоящему серьезные вещи. К примеру, мимолетную отсылку на одну из самых легендарных фраз в истории кино. Никто из фанатов «Звездных войн» никогда не забудет диалог, в котором Лея признается в любви к Хану. А тот отвечает «Я знаю». Этого не было в сценарии, и Харрисон Форд решил импровизировать на ходу. Сольник отдал дань уважения этому моменту. Когда Ленда осматривает побитого сокола, он заявляет Хану, что ненавидит его. Мало кто обратил внимание, но Соло отвечает «Я знаю», в точности повторяя прошлое. Нет сомнений, что этот диалог был создан не просто так. Еще одна забава фанатов «Звездных войн» с давних времен – мемос о том, что Хан всегда стреляет первым. Если кто не в курсе, он родился после выхода «Новой надежды». Там зеленый пришелец Гридо пришел выбить из Соло долг. У него не было денег, и когда пранк зашел слишком далеко, Гридо отправился кормить червей с дыркой в пузе. В самой первой версии было видно, что Хан пристрелил его как гиену, без задних мыслей. А вот у Джорджа Лукаса куча задних мыслей, и тот почему-то решил, что Соло нельзя выглядеть плохим. Поэтому в последующих переизданиях Гридо тоже стрелял, и творилась наркомания, породившая мем. Не так давно точку в нем поставил исполнитель роли Чубакки, выложивший страницу сценария в сеть. Там черным по белому написано, что Хан действительно стрелял первым. Как это относится к его сольнику? Вспомните дуэль с Беккетом. Теперь Лукас Филм не совершает ошибок. Когда дело заходит о жизни и смерти, Соло действительно стреляет первым, не боясь показаться плохим перед зрителями. Ну и какой из фильмов, где есть тысячелетний сокол, может обойтись без Деджарика? Шахматы вселенной «Звездных войн» появились и на этот раз. Объяснив парочку вопросов. В «Новой надежде» мы узнали, как быстро вуки пригорают даже от безобидных вещей. И сольник объяснил почему. Когда Чубакка проигрывает Беккету, он пытается смахнуть голограммы со стола. Они не двигаются, однако игральная доска начинает искрить и подсвечиваться. Если приглядеться, можно увидеть, как две фигуры в результате исчезают. И это те самые фигуры, которых не было в «Новой надежде». Джордж Лукас убрал их, чтобы не занимать место на доске. Слава богу, Чуи не оторвал руки Беккету в честь проигрыша. Даже старые вуки слабы по части пригораний. Современный интернет им бы не понравился. Все зрители отмечают, что несмотря на отсутствие джедаев, Соло смотрится фильмом о «Звездных войнах», сохранив атмосферу. Этому отчасти поспособствовал сам Джордж Лукас, который помог снять одну из сцен. Небольшой отрывок с плащом Лэнда, Кирой и Ханом на «Тысячелетнем соколе» изначально выглядел по-другому. Но Джордж пояснил Рону Ховарду, что Хан не повел бы себя так, и режиссер доверился маэстро. И на старости лет Лукас понимает персонажей грустно, что к его советам по поводу новой трилогии никто не прислушался. К слову о самом Лэнда, он тоже вышел на загляденье. Одна его шутка о том, что колонии по добыче ресурсов хреновая идея знатно повеселила фанатов. Ведь мы знаем, что позже он будет владельцем облачного города. Как раз такой колонии. Но и это еще не все. Одна из фигурок в его коллекции на борту корабля и является воссозданным облачным городом. Дональд Гловер даже не пытался отстраниться от представления Билли Ди Уильямса. И это здорово. Любовь Лэнда к красивым вещам сохранилась и в приквеле. А кстати, помните маску из «Возвращения джедаев», в которой Карлисиан помогал Соло вырваться из дворца Джаббы? Ведь именно в ней Беккет скрывался во время внедрения на шахту Кесселя. Наверняка она осталась в качестве безделушки на «Соколе». И это еще один момент, от которого кольнет сердце фаната. Завершим наше представление связью с «Изгоем-1», которое также в наличии. В первом спин-оффе весь третий акт прошел на планете Скариф, что находится под имперской оккупацией. В Соло ребята обсуждали, откуда достать коаксиум, в числе других упомянув Скариф. Идею замяли, но связь с «Изгоем» установилась, и настоящим девизом фильма стала интеграция. Хан Соло припарковался в киновселенную как себе домой, дав ответы на тысячу вопросов и не совершив ни одной ошибки. Даже англоязычным пользователям разрешили сорокалетнюю проблему. В оригинальной трилогии Лэнда произносил имя Хана неверно, но в сольнике он пояснил, что ему так нравится больше. Будем надеяться, и мы увидим побольше таких спин-оффов, тем более, что по слухам у Оби-Вана практически готов сценарий. Он начнется сразу после мести ситхов, а также подразумевает разборки с бандюками. Ну а мы-то уже знаем, что их главой является Дарт Молл. И пока все выглядит здорово. На этой мажорной ноте наше видео подходит к концу. Если наша болтовня пришлась вам по душе, не забудьте поставить лайк и, конечно же, свою оценку фильму в комментариях. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!